Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. Захар Соленко опять затеял спор. Он заявил, что сделает себе татуировку на лбу, если допустит, чтобы мама его новой девушки жила на проекте. Организаторы не знают, что делать с Никитой Кузнецовым. Из полянских девушек его ни одна не интересует. Ему поручили вести блог новостей в соцсетях, но ничего нового и интересного мы там не увидели. Сейчас через журнал Дом-2 объявили кастинг и ищут для Кузнецова девушку. У Ольги Бузовой появился поклонник. Сначала она опубликовала снимок с букетом цветов, которые ей кто-то прислал в Вене. И недавно для Бузовой устроили еще один сюрприз. Таинственный поклонник подарил ей цветы с шарами. После первого же эфира на Ольгу Орлова обрушился шквал критики и недовольства. Ее очень плохо приняли зрители. Многие пишут о том, что теперь Ольга будет посмешищем. После такого пиара ее точно никуда не пригласят. Что она старовата на роль ведущей. И что как ведущая она никакая. Лучше бы сделали соведущей Харитонову или Боню. Девчонки хоть знают, о чем говорить и что спрашивать. У Ольги Бузовой в инстаграм уже 9 миллионов подписчиков. Ольгу с этим событием поздравил ее отец. Он написал, многие говорят, что Бузовой слишком много, суется, везде надоело. Пусть говорят, ежики кололись, плакали, но продолжали есть этот невкусный кактус. Недавно в новостях Дома-2 рассказали о том, что Ваня Барсиков за спиной Лизы Пылыгаловой договаривался о встрече со своей бывшей девушкой Маргаритой Куксенко. Маргарита опровергла эти слухи. Ничего общего у нее с бывшим нет. В эфирах обсуждают компромат на Юлию Ефременкову. Откровенные фото и видео. Юля совсем не переживает и не стесняется. Она считает, что это просто ошибка молодости и ничего криминального в этом нет. Она советует всем, кто рвется ее судить, начать со своих грехов. Андрей Черкасов получает очень много претензий, зрителей. Они его спрашивают, зачем взяли на проект Сашу Черно и Лизу Трианда Фелиди, у которой есть ребенок. Андрей ведь обещал, что не будет брать фриков и мам кукушек. По словам Андрея, он здесь ни при чем. Этих девушек выбрал московский кастинг, а он таких не пропускает. Дима Дмитренко и Оля Рапунцель записывают песни в студии звукозаписи. Совсем скоро мы сможем насладиться этими шедеврами. Вика Романец выезжает из дома, где они жили с Антоном Гусевым. Она будет снимать другой дом на двоих со своей подругой из Липецка, которая переезжает работать в Москву. А Женя Феофилактова посетила пластического хирурга. Она хочет сделать еще две пластические операции – блефаропластику нижних век и эндоскопическую подтяжку бровей. Подписчики Антона Гусева оценили его умение торговать. Костюм, который, согласно описанию, на официальном сайте фирмы стоит 8000 рублей, он перепродает почти за 18000. То есть делает торговую накрутку аж в два с лишним раза. А Егор Кохалявин после пластических операций очень сильно изменился. Результат меня шокирует, скинул лет 15. Превращаюсь в Кена. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома-2 на канале ТНТ.